доброго времени суток благодарю вас за то что вы зашли на мой канал сейчас конец марта 23 сегодня чем всех вас поздравляю с новым днем как видите опять я у амурского залива сейчас на этой неделе работаю вот поэтому пока буду здесь снимать без выходных у меня получается так что буду вам здесь свои истории рассказывать кто вчера смотрел видео там что у меня такое название что она не для всех написали комментарии даже удивительные почему видео не для всех ну я думала там тем раскрыла я почему не для всех есть люди впечатлительные не всем нравятся такие истории поэтому чтобы такие люди не смотрели видео я написала что лучше не смотрите берегу ваши нервы но там история жизни если для вас это не страшно то смотрите я просто предупредила может наконец-то уже весна вступит свои настоящие права такая красота птицы летают здесь я у амурского залива нахожусь видите что у нас если бы вечер был может быть это все уплыло бы ну сейчас вот так вот сейчас наверное уже небольшой плюс может плюс 1 распогодится к обеду так и вот вчера я говорила вам да в том видео что вот на вот этом месте как раз где-то здесь на днях нашли тело мужчины рыбака прибила сюда к берегу ну вот нам повезло что это были не мы не мои съемки потому что очень хорошее зрелище ну так вот жизнь не бывает и уже опознали личность этого рыбака это мужчина одна тысяча девятьсот сорок пятого года рождения вот он находился 12 дней без вести пропавшим узнали что он пошел на рыбалку не вернулся ну мало ли где ну вот видите прибилось тело так что вот так вот что соболезнования родными близким что поделаешь вот так вот закончила жизнь на этой рыбалке грустненько вот видите показываю все тает все все вот уже несколько дней но здесь даже вот показывала съемки когда это все унесло куда-то вдаль все эти льдины вообще здесь было просто чистое море сейчас из-за минуса опять вот так вот еще немножечко осталось но я помню такие года что у нас и в мае был снег ну там как выпадет и все это все сразу тает и даже в начале июня там что-то чуть-чуть на нас это посыпало небо а как-то летом в африке я такую тоже слышала в новостях что там у них выпал снег что-то природа попутала так что все бывает но здесь неудивительно здесь такой климат так вот так на чем мы там вчера остановились вот я вам рассказывала что если посмотрите вчерашнее видео вот что что там произошло вот и далее в этих событиях и меня я же жила одна с бабушкой родителей там не было отца у меня вообще не было он это в белоруссии не знаю сейчас живет наверное уже нет я его не видела там родители разошлись когда я только родилась потом он один раз всего приезжал за все время это мне было где-то лет восемь девять вот он видела там мама тогда уже жила с другим мужчиной и все и больше я отца своего никогда в жизни не видела и и с этой деревни у меня забрали увезли в город это тоже в украине может кто-то оттуда смотрит город херсон привет вам красивый город на днепре там если порты три порта в городе по моему даже что три порта может быть и нигде нет точно не знаю знаете пишите вот очень красивый город с классной природой вот и меня туда привезли и насколько вот я помню ведь и жила в этой деревне я даже то время еще было ссср прошлый век и я не ходила в садик я просто жила у бабушки я помню мне хотелось так в этот садик там где дети все но у меня меняет садик не отправляли я просто жила в этой деревне вот ну и вывод такой это сейчас если когда в школу идут хуже такие требования знаю там буквы считать умеют там писать и ну кто что кому-то сразу можно чуть ли не в пятый класс идти так дети подготовлены вот я совершенно не была подготовлена к школе я не знала что это такое вот и помню прихожу для меня так все это было удивительно идет первый раз вот эти организованность и вот это вот эти вот дети тем более ведь я себя городе жила так это была деревня читать я не умела писать не умела в общем чего я вообще не умела ужас какой бедный ребенок и что вы думаете все таки какая-то вот тяга к творчеству есть дала о себе это тяга знать вот и помню у нас там первом до классе по моему там вот конце года вот это там такая была стен газета раньше вот и сам кнут кто там хорошо учится там какие-то успехи вот на этой стен газете там писали отмечали так сказать лучших вот и в первом классе я помню что два парня у нас были отличники вот и их там имена были указаны и мое в первом классе у меня по скорости чтения там такое было я вот занимала первое место представляете это как вот ребенок не умела мечтать не писать я не знаю как у меня это получилось ну вот первое место я там помню веселая я там такая красавица была в классе кажется вам да вот эти влюбленности первый этот класс вот я запомнила там у меня столько влюбленности было в мире в меня помню по на парке писал там один ты моя жена вот а потом он меня еще нашел я же потом другую школу перешла и он меня нашел уже в десятом классе вот ну кино мы с ним сходили вот но это я вы представляете это мы не виделись вот всю школу и он потом пришел дом я не знаю как он там адрес узнал на все вот и он нашел меня это вот он тогда я помню там кричал ты моя жена вот а второй был тоже ухажер вот тут мне нравился вот он мне написал значит записку такую кстати это первый класс это то время вот он мне пишет значит я тебя люблю было в той записке эту и значит нету записку я уже не помню то ли он дает то ли кто-то дал и и и я тут записочку держу вот помню что у меня там одна выхватила ее не видать стало интересно что выхватил я не знала что там она прочитала что-то там давай смеяться вот кто эту записку мне отдала вот а я же не знала что там яйца читаю а там вот эти три слова я тебя люблю первый класс чем мы там занимались вот а мне так стало стыдно я значит запряталась там за какие-то двери ту косвари вот вот вы кстати что там у детей в головах творится как вот а он мне тоже нравился ну я я я как-то это ну не помню я сейчас вот и потом еще было все я была первая звезда в классе самая красивая помню тоже у нас приходит этот парень даже упомнив гусев его гусев слава вот запечатлелись эти имена фамилии укусе слава и он мне такой приносит тортик принес прямо это в школу торт ну это высказался свои чувства видимо вот а этот вот который в десятом классе меня нашел поспилька сергей вот всех помню видите время 100 лет прошло я помню вот а вот этот который нравился вова володя его бугримов вот видите память еще не отшибла всех помню так что какая-то такая у меня память что-то могу забыть всех своих любовник запомнила так интересно так что вы там не думаете там первый класс дети вот тоже наблюдать внимательно что там творится ну что видите какие-то там страсти разгорались и парты были все исписаны в словах любви вот торты носили и портфель и там и все в общем такие ухажеры были это я почему вспомнил уже рассказывали в этот херсон украину переехал звезда так там нравилось мне в украине уехала откуда-то потом какая-то такая ностальгия чем дальше тему тренут я не таких теме стану видите там что сейчас творится красивый конечно город там это река днепр помню кто же с подружкой мы если может смотрит канал тоже привет огромный туда херсон иногда смотрит не все ей некогда работает это на всю жизнь моя подруга вот одноклассница так вот мы с ней продружили вот до сих пор общаемся вот и хочу конечно много лет уже не видела хочу увидеть вот мы надеюсь когда-нибудь получится вот если будет канал то конечно сниму это все эту встречу и для вас столько лет не виделись хорошо выглядит молодец такая вот все и фигура там и все молодчинка так что большой тебе привет знает кого вот и вот тоже помню что в этом херсоне ездили мы собирали вот школе там же как в труд и в начале года это сентябрь месяц это вот мы выезжали и собирали там яблоки виноград он бегаем с этим виноградом все руки липкие наешься этого винограда вот весь грязный но собирали в эти ящики так интересно было вот так вот трудовой лагерь назывался вот ездили мы туда в общем есть что вспомнить очень интересно вот здесь не все знают такая вот есть ягода шелковица называется вот она такая есть и светлая и такая вот как чернила если руки возьмете и разомнете на руки как в черниле останутся такая вкусненькая помню тоже залезешь на это дерево эту шелковицу и ешь и там же как вот украина беседки были сейчас я не знаю давно там не было как сейчас там кто с украины пишите так вот с подъезда выйдешь а там прямо у подъезда беседки и виды из винограда вот это вот виноград растет прямо у подъезда так вот красиво это все маю помню это 1 9 мая уже столько сирени благоухает все классная погода уже хороших этих ходим уже такие раздетые в этих кофточках здесь такого нет здесь если видишь сирень там чуть-чуть кстати надо будет ботанический сад проехать снять интересно сегодня у меня воспоминания в украине пожалуйста кто еще не подписался на канал подписывайтесь поддержите канал ставьте ваши лайки делитесь видео пишите комментарии жмите на палец вверх и жмите на колокольчик он будет оповещать о новых видео смотрите как здесь вот все показываю вам здесь интересно вот с утра подышу потому что там у меня сейчас ожидают десять десять часов я буду на ногах такая работа садиться нам нельзя только на ногах там если только во время обеда все под камерами я там тоже под камерами хожу садиться нельзя в общем ноги болят здесь этим воздухом дышу пока так такая работа здесь немного прохладно морозно сейчас как это все вот замечательно хоть есть возможность здесь себе нашла погулять у этого берега пока так хочу вам рассказать все таки про эту испанию как я там оказалась как я туда поехала думаю вам будет интересно сейчас в одном из видео может завтра расскажу как я поехала почему я поехала поделюсь с вами там у меня получилось такое что я познакомилась с мужчиной это испанец вот и вот что из этого пол знакомства получилось и хочу вам об этом рассказать интересная думаю история для тех кто знакомится с иностранцами тоже будет вам интересно расскажу о них вот это вот это вот представителей вот это вот испанский мачо так что есть такие что хотят у меня именно замуж здесь разочаровались может быть наших мужчинах вот и ищут заморского принца вот и моя история расскажу вам тоже интересно что там у меня за заморский принц имя его на букву х вот так вот но это уже потом надеюсь видео вам понравилось вместе со мной вы посмотрели что здесь сейчас исследовали мы территорию вот видите запоминаете запечатляйте момент потому что завтра уже здесь будет по-другому потому что это все куда-то если ветер будет это все уплывет и потихонечку растает далее потом найду время все уже будет и потеплее и ваши все вот эти заказы я помню буду снимать вы мне там много уже на заказывали так что эти из-за погоды из-за того что работаю вот если бы я просто была блогер блогерович то я бы вам уже все давно сняла вот но еще тоже погода все равно останавливает вот потому что у нас то ветер здесь то холодно и сейчас все наладится эта погода и буду вам снимать ну и хотелось бы чтобы вокруг было не так вот а зеленая красивая чтобы вы там свои эти дома где раньше жили места может быть где служили учились увидели в красивом цвете они такую мрачную картинку я представляю как вам хочется это все увидеть почему я понимаю потому что я сама уехала я тоже подписана на местных на тех где я раньше жила по расписанию я здесь стою по расписанию что она там все снимает вот снимаю для моих любимых подписчиков все здесь снимаю все контролирую все под контролем территория так что вот так и говорю что мне есть чем сравнить видите если кто-то здесь жил вот все время бывает такие что даже есть такие люди даже не летали никуда вот живут здесь и и все ни с чем сравнить не видят вот а я так как побывала видите в разных точках планеты желаю там и там и занесло меня вообще если на карту посмотреть так страшно куда меня занесло поэтому я по ним понимаю насколько у вас такое вот желание увидеть те места где вот вы раньше жили были были вот обязательно сниму все это увидите немножечко подожди еще а здесь летом как будет классно можно же будет позагорать заодно но с утра воздух здесь хороший нет здесь никаких то что вы там не в комментарии написали это где-то может там дальше не знаю здесь вот все свежо хорошо сейчас смотрю людей побольше сюда подходит было холодно здесь сильно не погуляешь а сейчас вот каждым днем смотрю люди вот подходят и собаками гуляют и просто вот а сейчас чем дальше тем больше будет вот вообще уже все эти смотрите как течет в серединке повыплывали так что все уже на лед нельзя ни в коем случае видеть не надо до последнего момента ждать когда тут же опасно будет вот сейчас только маржан плавать снимать негативную энергию с себя так вот смотрите как течет ой какая природа все таки да смотрите течет бежит так что для вас у меня еще много историй припасено все там это мои воспоминания потихонечку вам расскажу буду показывать и виды города обзоры города дальнего здесь востока и буду рассказывать свои истории если интересно надеюсь видео понравилось всех пока